Как команда готовилась к старту в Лиге Чемпионов? К сожалению, первая страна у нас маленькая, игровая практика у нас небольшая, потому что у нас всего 4 команды играют в 4 круга, плюс эта ситуация, которая в мире сложилась, многие игры откладывались, переносились. Ну и еще была такая проблема у нас, у нас в команде 7 сборниц, которые играют в национальной команде, они сейчас осуществляли как раз 12 дней, у них была двойная игра, и они только к нам приехали буквально за день до выезда сюда. Конечно, мы готовились, но хотелось бы, конечно, лучшего и большего. Ну как в целом оценить, в каком состоянии, в каких кондициях команда подошла? То есть может были потери какие-то, как оценить? Ну в принципе, единственное говоря, что нас очень, так скажем, огорчило, что мы потеряли своего основного защитника центрального, нашу опору в обороне, она получила травму, играя за сборную, но так, в принципе, все девчонки, которые могут играть, они в строю. Это получается дебют для вас в Лиге Чемпионов, как для тренера? Для меня как тренера, да, я только в этой команде работаю с февраля месяца. И какие ощущения у вас просто перед дебютом? Ну, как я говорю девочкам, пацан, мальчик, да, он все же тренируется в футболе, он мечтает о футболе, но, в принципе, не играет в Лиге Чемпионов, да, а девчонки, у них есть хороший шанс сыграть в Лиге Чемпионов. Но они на это заслужили, как я себя ощущаю, ну, так, в рабочем порядке, рабочий момент для меня. Нет, нет такого, что там для меня это какой-то потолок, хотя, в принципе, для любого тренера это престижно играть в Лиге Чемпионов. Ну, конечно, я рад, что я здесь, что я попал в эту систему, да, что я могу участвовать в Лиге Чемпионов. Ну, нет такого, что у меня эйфория, там, Лиге Чемпионов, что-то у них хлонит. Спасибо. Вопрос Виктории. Поделитесь, может быть, настроением из команды, все-таки для многих девочек, возможно, это тоже дебют в таком турнире. То есть, какое настроение вообще в команде, с каким настроением подходите к старту? Ну, вот, я тоже играю в сборную, недавно приехала, и вот эти три дня так вот увидела девочек, успели провести пары тренировок. В принципе, девочки настроены серьезно, у всех желание играть есть, видно, это огонь в глазах, что они готовы ходить на поле, быть как одна команда. То есть, играть, играть как одна команда. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, перед тем, журналист. Иван Мицкевич, Белорусский футбол. Вопрос сначала к главному тренеру. Вот вы сказали про маленький чемпионат в Латвии из четырех команд, но при этом РФШ в чемпионате – это гегемон, лидер. Еще у команды не было ни одного поражения, в среднем больше семи мячей за игру команда забивает. Не станет ли проблемой для команды нехватка вот такого опыта в играх с командами, хотя бы примерно равного уровня или выше уровня? Я думаю, это большая проблема для нас, потому что практически в обороне мы не играем. Мы когда играем в первенстве своем, мы практически в обороне не играем. И это проблема, потому что мы сейчас понимаем, какого уровня соперник нам будет завтра противостоять. И что вот это будет проблема. Потому что мы только в большинстве, мы только играем в атаке. Правда говоря, что атака – это лучшая оборона. Мы посмотрим, как завтра сложится. Спасибо еще. Ну и вопрос Виктории. По сути тот же, насколько команда именно в раздевалке готова противостоять сопернику, не которому можно забить 10-15 голов, а сопернику опытному, сопернику сильному? Ну, на данный момент, ну, я не знаю, это, наверное, можно на завтра будет лучше увидеть, прям вот, когда мы приедем сюда, будет вот эта вот предыгровая, предыгровые эмоции, и у каждого проснется этот вот… Ну, всегда должен быть какой-то мандраж перед игрой, но я думаю, что как только мы выйдем на поле, все пойдет. Ну, то есть все откроются, и все лучшие стороны откроются, все будут стараться показать свою лучшую игру. На данный момент я еще на 100% не могу сказать, кто как готов, потому что надо дождаться завтрашнего дня, чтобы увидеть. Спасибо еще. И вопрос главному тренеру еще насчет… Вот смотрите, раньше в Лиге чемпионов до пандемии был формат, что команды попадали в групповую стадию, по три команды потом лучше выходили в одну шестнадцатую. Сейчас 22, можно сказать, сильнейшие команды Европы получили прямые путевки, и на 10 путевок претендует 40 команд со всей Европы. Для РФШ это… Ну, и игры идут… По сути, одна игра, и для проигравшей команды Лиги чемпионов заканчивается, для победившей продолжается. Для РФШ это благ, этот путь – это благо или это минус? Ну, первое так, скажем, конечно, когда ты учащишься в другом турнире, ты играешь больше матчей с сильными соперниками. Это для развития очень хорошо. А то, что касается, что в этом году из одной игры состоит, это как кубковая игра, да, а в кубковой игре может любая команда победить. Любой команде есть шансы, они в равных условиях. И поэтому здесь, то есть, здесь реально пройти дальше, реально. Даже соперник очень сильный, потому что всегда бывает, когда ты первый раз, можно проиграть 9 матчей подряд, к этому сопернику, к этому сопернику, а начатый выиграть. Потому что все может случиться в футбольном поле. Конечно, это могло зависеть от нас, от соперника, да, от как они готовы, как мы готовы, как они настроены на игры, как мы настроены, ну, все реально, все реально. Спасибо большое. Ну, Виктория, вопрос, насколько придает команде дополнительной мотивации то, что, по сути, права на ошибку нет, то, что одна игра, и надо выигрывать, чтобы проходить дальше. Ну, я думаю, что эта игра, эта игра, в принципе, самая важная, вот, последняя в сезоне. Я думаю, что у девочек будет 100% мотивация, ну, то есть, это последняя игра, то есть, ты должен отдать все свои силы. Я думаю, что каждая девочка будет замотивирована отдать все свои силы и играть до конца.